Николай Корнеев, студент третьего курса РГРТУ, увлечен инженерией и твердо настроен открыть свое дело. Поэтому, говорит, и пришел на форум от идей до старта. Здесь неоценимый опыт. О своих идеях говорят уже состоявшиеся бизнесмены. Причем свои, рязанские. Подумали, что все мы этим системами заварим всю страну, весь мир, а это всем надо. Конечно же нет. Оказалось, что это никому не надо. И нам говорили, ребята, вы суперумные, но за такие деньги, там, дядя Вася будет все мерить линейкой. Да и ваша высокоточная система, ну извиняйте. Прошло совершенно немного времени, и мир изменился. Система промышленного зрения, лазерная система, видеоаналитика и нейросерии стали одной из передовых технологий, которую хотят внедрить все заводы. Сейчас об успехах Максима Шадрина пишет Forbes. А тогда, несколько лет назад, никто в него не верил. Приходилось и доказывать состоятельность своей идеи лазерного 3D-измерителя. И через бюрократические барьеры буквально выбивать финансирование на ее реализацию. Такие идеи сегодня нужны стране, и государство будет поддерживать стартапы молодых, в том числе рязанских разработчиков. Задача не просто следовать трендам, а создавать их, сказал глава региона Николай Любимов. У нас будет создан региональный венчурный фонд инвестиций по поддержке инновационных стартапов. Сегодня наши предприятия промышленного сектора уже очень остро нуждаются в свежих идеях, в нестандартных решениях. Благодаря фонду молодые разработчики не только на региональные субсидии могут в регионе претендовать, но и получать полный объем финансирования на реализацию своих стартапов. Это один из первых венчурных фондов России, который сориентирует на поддержку инновационных разработок. Экономический фонд совсем скоро внедрит эту систему поддержки. Разработка уже в самом разгаре. На форуме также выступили и те, кто способен сам вложиться в новые идеи, поддержать начинающих стартаперов. Максим Стрельников – предприниматель, который готов поддержать студентов и выпускников рублем. Правда, не всех. Сложно оценивать новое. Поэтому он должен быть, конечно, инновационным, потому что это главная задача любого стартапа. И он должен быть реализуем. Ну и для нас лично он должен быть понятен к реализации в течение следующих 50 лет. С чего мы начнем, где у нас будет промежуточная точка и к чему мы придем на конце жизненного цикла продукта. Задача правительства проста. Удержать молодых, перспективных ребят в городе. Дать им развитие. Для этого власти обещают практически полностью сопровождать стартапы. От идеи до реализации. И сомнений в этом после таких заявлений у студента Николая Корнеева больше нет. Всегда есть выбор. Либо стартап, либо стабильная работа. Стабильная работа – это всегда стабильность. И стабильность – это для большей части людей всегда хорошо. То есть лучше там стабильность 30, чем не стабильность 60. Как говорится. Но тут показали нам, что теперь государство готово поддерживать такие идеи. А если государство готово и если у самого есть желание и возможность, то почему бы не попробовать? Советы от Рязанского бизнес-сообщества, поддержка правительства, да что уж там говорить, даже обеспечение конкретным рабочим местом. Всего этого начинающим стартаперам явно не хватало. Теперь же от них по сути нужна только яркая идея. Со всем остальным в Рязанской области, похоже, определились. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.